Поэтому мы говорили о образе мышления «слуги». И как Павел понимал, что он слуга Бога, посвященный Богом и призванный Богом. Он все делал для Бога и не служил самому себе. Также Павел видел, что он слуга церкви, слуга царства. Его задача не в том, чтобы свое царство строить, но строить царство Бога. И такой вопрос мы как лидеры должны себе задавать. То, что я делаю, это созидает царство Бога? Ободряли от других, чтобы они становились теми, кем они должны стать. Также Павел понимал, что он слуга слова. Его задача в том, чтобы проглашать истину Бога. Очень легко это забыть. Особенно в обществе, в которой мы живем в наше время. Мы пытаемся быть творческими и инновационными. Я поощряю творчество и инновационность. Но это не может стать нашей главной целью. Нам нужно придерживаться простоты и силы Слова Божьего. Также иногда мы вмешиваемся в политику и в популярную психологию. Что я имею в виду? Я не так заинтересован в политике. Я ненавижу церковных политиков. И очень часто мы с этим встречаемся. И вы в такие ситуации попадаете, когда в церкви такая модель, кто обладает большим благоволением людей, кто больше поддерживает этого человека, кто более популярен, у кого больше того или этого, чего-то есть. Тогда мы будем неправильно смотреть на ситуацию. Нам не нужны политики в церкви. Церковь должна влиять на политики. С этим я согласен. Так, чтобы наш голос был услышан. Также политические идеи должны становиться частью церкви. И также нужно быть осведомленными, как я это называю, популярной психологией. Поп — это популярная означает. Очень легко в наше время все с точки зрения психологии рассматривать. Я не уверен в том, что я могу совсем согласиться с тем, что я говорю о психологии. Потому что иногда мы такую тенденцию, такая тенденция наблюдается, мы называем проблемы синдромом или тенденцией. Вместо того, чтобы сказать, это грех, и вообще тебе надо избавиться от этого греха. И я видел, как многие вещи очень красиво называются, я бы назвал это такими словами, это вдохновлено дьяволом. И нам нужно запрещать дьяволу и не надо давать ему красивые имена, названия, когда он действует в каком-то. Иногда это может звучать жестко, но я заметил, что особенно в западных церквях очень поддаются они всем этим сферам. когда основные направления динаминации, которые принимают хомосексуалистов в служении. Потому что психология сказала, это проблема генетическая с хромосомами, и это не называется грехом. И невозможно сказать, что это неправильно. просто у этого человека склонность к этой сфере. И нам следует быть слугами слова и переносить истину. Потому что если мы так не сделаем, то церковь подчинится миру. И мы как церковь думаю, что во многих сферах слишком поддаемся влиянию мира. И это следует изменить. Это не наше призвание. Это не сможет кого-то спасти. Вы не спасете гомосексуалиста, гея или лесбианку, если будете говорить ему, это психологическая проблема. И то, что я сказал сейчас, меня в некоторых местах бы за это посадили в тюрьму. Поскольку это не соответствует образом мышления других людей. Но мы должны знать слово, и то, что говорит слово, это грех, и это мерзность для Бога. И существует такая тенденция, что слово становится слугой для учителя, а наоборот должно быть. Учитель должен быть слугой Слова Божьего. И наша задача не в том, чтобы избирать, какое описание мы будем использовать, стих. Нам нужно предоставлять, изучать полноту Божьего Слова. Мы должны изучать полноту истины Божьего Слова. И то, что мы учим, не должно быть диктуемо публичным, общественным мнением, современными событиями или какими-то личными предпочтениями. И Писание не для того, чтобы доказывать свои собственные идеи. Мы здесь для того, чтобы разглашать Божьи идеи. И это особая опасность, угроза, и о ней нам следует знать. Иначе слишком легко мы отойдем, и на нас кто-то будет влиять. И нам следует быть сильными в Слове Божьем. Как и Павел сказал, «Я слуга Слова». То есть, я должен делать, я должен проповедовать, что говорит Слово Божье. Эффективные христианские лидеры понимают, что они им служат, но они служат. Время революции в Америке один человек в гражданской одежде Он поехал на лошади к солдатам. Те солдаты в это время чинили, восстанавливали защитную стену. И там лидер их кричал, говорил им указания, и не предпринимал никаких попыток, чтобы помочь им. И этот человек на лошади спросил его, почему? И тот лидер сказал с большим таким сильным достоинством, «Сэр, я капрал вообще». Этот незнакомец извинился, лис со своей лошади и приступил к тому, чтобы помочь истощенным солдатам. Все было сделано. Он повернулся к капралу и говорит, «Если тебе надо будет больше помощи, сын, то позови меня». И с этими словами этот главнокомандующий Джордж Вашингтон пошел и сел на лошадь и как бы уехал. Вот это пример служи лидера. У одного человека был титул, «Сэр, я капрал». Второй был лидером. Джордж Вашингтон хотел быть лидером и слугой. Эффективные христианские лидеры видят большую картину. Это важно в лидерстве. Нам следует видеть не только детали, мельчайшие, но также видеть большую картину того, что Бог приготовил. Помню, один человек говорил о мне «Очень, так». А я сказал, он мне сказал, «И если бы ты управлял, если бы ты управлял, ты не увидишь ж Now'ка увидел морда. Ни Sinisки? Аальной. Но это и про бед. Да. Он негативно мне говорил, что, ну, если постоянно только очистить, убирать, то не будет никакой пыли на полу. Но если перейдет волк, то ты его выгоняешь. Он говорит со мной, говорит, ты выкинешь волк. Это так. Очень часто я вижу большую картину того, что происходит, а не подробности. И вижу то большое, что произойдет. Но иногда я упущу детали. Но можешь сказать, что ты не обращаешь внимания к чистке, к душе? Или что? Какая-то чистка, да. Что это значит? Это пословица, что значит выражение? Что я не вижу маленькие проблемы, маленькие детали. Я только основные замечаю. Иногда мы сконцентрируемся на этой пылинке какой-то маленькой. Это грязи на полу. Так что упустим, когда зайдет волк через дверь. И это очень важно в лидерстве. И у нас должна быть такая способность видеть большую картину. Павел говорит, как мы говорили earlier, мы прозвольствуем о нем, обращаясь и обучаясь всем людям со всякой мудростью. Чтобы каждого нам предоставить совершенным во Христе. Павел видит большую картину. Приводить людей в его царство. Он не пытается строить организацию. И также он пытается, он стремится развивать людей. Это ключ вашего лидерства. Развивать тех, кто находится под вашей ответственностью. И еще раз послушайте то, что я сказал. Те люди, которые под вашей ответственностью, но не под вашим контролем. Это разница. Разница между различными типами лидерства. Вы можете контролировать людей, но нет, этим вы должны заниматься. Вы должны развивать их, чтобы они росли. И цель Павла представить каждого из них совершенными во Христе. И, возможно, все это не звучит вообще как принципы какие-то лидерства. Но это и есть принципы, и это следует использовать. Понимать их. И также быть эффективными, использовать эти принципы. Эффективные христианские лидеры не считают количество посетителей церкви. Я вижу это иногда очень сложное и очень плохое вопрос. И вопрос? Да. И вопрос, как много людей у вас в вашей церкви? Очень часто для меня этот вопрос очень был сложным, когда задают, сколько людей в твоей церкви? Поскольку это стало критерием нашего успеха. Сколько людей в твоей церкви? Я бы предпочтел другой вопрос. Сколько людей живет для Ишуа в твоей церкви? Не каждый, кто посещает твою церковь, обязательно живет полноценной жизнью для Ишуа. Я знаю церкви из тысяч и тысяч членов. И иногда у меня на самом деле такой вопрос возникает. Кто из них приходит сюда из-за того, что они любят Ишуа и хотят служить Ему? И кто из них приходит сюда, просто из-за того, что хорошее ощущение? Хорошо быть с теми людьми, которые славят и хвалят Бога. Но что им нравится в утро, в понедельник? Каковы они утром в понедельник и на протяжении всей недели? Наполнена ли их жизнь энергией для Ишуа и вера в Ишуа? Мне больше нравится один человек, который живет полностью для Бога, чем просто тысяча человек в церкви. Десять тысяч человек. В принципе, настоящий момент было бы очень трудно вместить в этой церкви, где я служу. Это не моя церковь, но там, где я служу, десять тысяч человек. Не вместилось бы я. Это еще одна проблема. Часто я говорю «моя церковь», но это не моя церковь. Я слуга в церкви. Нужно также следить за своей терминологией. Бог, прости меня, это Твоя церковь. И мне нужно служить Ему. Образ мышления слуги. Понимаете, даже каждый день мне приходится каяться. Поскольку попадаю я в ловушку образа мышления мира. Сколько вообще пытаются развивать других людей, чтобы они представили совершенными перед Ешуа? Не беспокойтесь чрезмерно о том, сколько человек посещает церковь вашу. Больше беспокойтесь о том, сколько человек из них живет для Ешуа. Сколько из них на самом деле страсть, желание приобретать других? Эффективные христианские лидеры не считают количества посетителей. Они хотят развивать людей, а не просто какие-то события делать, производить события. Иногда современная церковь становится более ориентирована на события, чем на людей. О, это было хорошее служение. Но произошли ли вообще какие-то изменения в людях? Мы хотим, чтобы люди росли, а не просто красовались. Видите ли вы это в словах Павла? Павел понимал, что его первоначальная цель достигать людей Евангелия, и во-вторых, развивать их христианскую жизнь. Джордж Макдональд такую картину рисует. Он говорит, что многие вещи мир может делать, и церковь тоже. Развлекать, петь, консультировать, собирать толпы, строить здания. Но только одна вещь, которую может только делать церковь. То, что мы проявляем благодать. Через нас проявляется благодать. Вот этим должен быть наш фокус. Благодать Божия, которая приводит людей в царство. Когда мы видим большую картину, тогда наше отношение к служению меняется. Какая перемена происходит? Нас меньше будут беспокоить различные программы, и больше будут беспокоить люди. У нас будет больше терпимости к отличающимся от нас людей. Мы сфокусируемся больше на служении и меньше на программах. Нас будут меньше беспокоить наши права и больше беспокоить наши обязанности. и понимаем ли мы это? Как я сказал, меньше беспокоены программами и больше озабочены людьми. Будет терпение по отношению к всем проблемам, которые люди приносят и поднимают. и будет место свободное возможности на наших собраниях. и сфокусируемся больше на том, как можно помочь служить другим людям, а не на том, чтобы просто прошла хорошая программа. и для меня очень важно, это меньшая беспокоенность своими правами. допустим, у меня есть право на это, право на то, или по какой-то причине я не должен делать то, это. и больше нас будут беспокоить наши обязанности. В качестве лидера у вас есть обязанности. И я бы почти сказать, как лидер, у вас есть обязанности, но нет прав. Так вы можете добавить, у вас есть обязанности, и нет прав. Это не полностью правда. Но просто акцент нужно сместить, что мы ответственны, и что мы должны понимать, в чем же наши обязанности. Не хочу еще один пример привести, о том, о чем мы сейчас говорим. Его зовут Джон. У него просто волосы растрепаны. Он носит дырявую футболку. В джинсах и босой вообще. Это все, что он носил когда-либо. Но он был умен. Немножко эксцентричный, странный вообще. И очень умный, яркий. И он стал христианином, когда был в колледже. Через улицу от его колледжа была одна консервативная церковь. С очень хорошо одетыми людьми. Они носили свои костюмы и свои галстуки. И они хотели начать служение студентам. Но они не знали, как это начать вообще. В один день Джон решил пойти к ним. Он входит без туфлей, в джинсах, с воедурявой футболки и своими растрепанными волосами. Служение уже началось. И Джон начинает идти в среднем ряду к церкви и искать себе место. А церковь забита. И он не может найти место. И к этому времени уже люди немного странно себя чувствуют. И никто ничего не говорит. Джон продолжает идти. Подходит ближе к кафедре. И он понимает, что нет места свободного. Он садится на пол. Хотя это совершенно нормальное поведение для колледжа. Такого никогда не происходило в этой церкви раньше. И к этому времени люди начали нервничать. И начало нарастать напряжение в воздухе. И к этому времени служитель, который был впереди, понимает, что начиная с последних рядов церкви медленной походкой подходит к Джону дьякон. И этому дьякону где-то 80 лет. У него седые волосы. И костюм тройка. Одет в костюм. И также часы, карманы. Очень благочестивый муж. Очень элегантный. Очень элегантный. Очень... Очень... Очень внимательный. Очень вежливый. И он идет, используя палочку. И он подходит ближе к этому палочку. И все про себя думают. Нельзя его обвинять за то, что он сейчас делает. Как вообще можно ожидать, что мужчина в таком возрасте с такой биографией поймет этого мальчишку из колледжа, сидящего на полу. И очень долгое время проходит, пока этот старик доходит до парня. И церковь в абсолютном тишине и молчании сидит. Кроме этого звука от палочки, которые использует старик. Все смотрят на него. Он... Можно даже слышать, как муха пролетит. Все люди думают. Служитель не сможет проповедовать, пока дьякон не разберется с этим делом и не сделает то, что надо сделать. И теперь они видят, как этот пожилой человек бросает свою палку на пол и с большой трудностью сам наклоняется и садится рядом с Джоном. Он садится рядом с ним, чтобы тот не был одним. Это настоящее лидерство. Каждый просто захлебнулся от эмоций в церкви. Когда все нормализовалось, все вернулось в нормальное состояние, он говорит такие слова. То, о чем я хочу проповедовать, вы никогда не запомните. А то, что вы сейчас увидели, вы никогда не забудете. Дьякон был лидером, он хотел служить. И он видел большую картину. Эффективные христианские лидеры знают источник своей силы. И снова повторю. Эффективные христианские лидеры знают источник своей силы. Можете записать это. И Павел заключает этот раздел с такими словами. Что до сих пор я трудился. Struggling with all... What does it say? Passage? Which passage is it? I have to go back up here. I think it's the very one at the top. Yeah. It's Colossians 1, 24 to 29. Колоссянам мы вернемся. Первая глава. Для сего я и тружусь, и подвязаюсь. В конце первой главы. Для этого я и тружусь. И подвязаюсь. Чем? Чьей энергией? Чьей силой? Чья сила это? Вы это заметили? Вы можете очень легко это упустить в Писании. Просто это маленькое слово такое. И многие люди читали, все его энергии подвязались. То есть они думали, что это вся сила Павла. Но на самом деле это та энергия, которую дает Бог. Всей его силой, которая так сильно действует во мне. Иногда у него какие-то трудности, борьба происходила. Агоносомания. От греческого слова происходит. То есть от этого слова происходит агония. Борьба, агония. Это можно сравнить с этой идеей, когда атлет пытается победить в соревновании. Для всего я тружусь и подвязывая силу его, или же борюсь, используя его силу. Вот так. И это нам нужно сегодня. Нам нужно стремиться к той энергии, принимать ту энергию, которую Бог дает нам. Некоторые люди говорят, лучше перегореть для Бога, чем ржаветь для дьявола. Ну, я не думаю, что нужно перегореть. Но это интересная идея. То, что они хотят выразить, что нужно быть усердными в нашем деле для Бога. И в этом усердии важно помнить окончательный принцип Павла. То есть, мы должны подвязаться его силой. И эта сила будет сильно действовать в нас. Вся энергия, которая принадлежит нам, есть у нас. Она не может сравниться с тем, что Бог может через нас сделать. А, Эрнест Брейг, один человек, сказал такую фразу. Самое лучшее в человеке, это человек в его самом лучшем состоянии. Это английский. На английском языке. Самое лучшее в человеке, это человек в самом лучшем его состоянии, положении. То есть, мы всегда остаемся человеками, и нам нужен Бог. И существует практическое применение этого принципа. Мы эффективны только, если мы действуем с Божьей силой. У меня нет склонностей медицинских способностей. Но мы можем чему-то научиться. Я знаю, что каждый раз в час нужно поставить газ в машину. Извините, механически, как бы, я не направлен на механику. Как мы знаем, что машину нужно периодически заправлять бензином. Иначе она остановится. И некоторые христианские лидеры похожи на машину. Они пытаются вести машину очень упорно, но перед этим они забыли вообще бак заполнить. путем, когда вы проводите личное время с Богом. И в результате, что происходит, если мы этого не сделаем, мы вообще остановимся. Мы высохнем, перегорим, или же уйдем. И это настолько важно, что я буду продолжать это взбивать, что ваше личное время с Богом настолько важно. И вам нужно уделять время для этого. А не ждать этого. Но брать это время. Понятно? Легко сказать, но я попозже это сделала. Нет. Делай сейчас. Поскольку это ваш источник сил. И только так вы сможете идти дальше. И наша сила не в наших способностях, но в Его. Первая ответственность каждого христианского лидера это пребывать в силе Божьей. Нужно себя спрашивать, я пустой или нет? И если вы пустые, то возьмите время дополнительно чтобы просто быть в Его присутствии. Когда в последний раз вы позволили Ему заполнить вас изумлением о Нем и благодатью Его? Слишком ли вы были заняты делом Божьим, что забыли взять силу Божью? Возможно, вы почувствуете, что у вас нет времени, но это время вам нужно самому выделять. И существует по крайней мере два подхода к лидерству. Первый – это диктаторство и применение силы. Второй пример – это пример Христа вести посредством служения. В первом виде лидерства акцент делается на результатах. Во втором – акцент на людях. В первом говорится «Только сильнейший выживает». Во втором говорится «Сильный должен больше всех отдавать». «В первом делается акцент на личных правах». Во втором – делается акцент на личных обязанностях. В первом идет запугивание и применение власти. Во втором – все действует с любовью. Скажите мне, какой подход будет ваш. Какой вы примите лично для себя, для своей жизни. Это не только относится к лидерству, но это также относится ко всей жизни. Каждый день мы должны принимать решения. Каждый день мы должны решать различные ситуации, которые возникают у нас. И в каждой из этих решений мы выбираем один из этих подходов. В каждой из этих решений мы выбираем один из этих двух подходов. Если нам нужно принять решение, то мы можем выбрать либо первый подход, либо второй подход, либо Божий подход, либо мирской подход. Возможно, я ничего нового не сказал сегодня, но надеюсь, что это сформируется или сформирует то, что у вас уже было. И надеюсь, что слова Павла помогут вам расти. И еще что я хочу добавить. Был один человек, Брус Ларсон. Он говорит о одной птице. Песчаник называется птица. Это большие птицы, которые могут прилетать через континенты. И у этих птиц есть три отличительных качества. Во-первых, они меняются лидерской позиции друг с другом. Птица, летящая впереди, меняется, ее место занимает другой. Во-вторых, они выбирают лидеров, которые смогут справиться с турбулентностью. Если вы летали самолетом, вы знаете, что иногда самолет начинает трястись. Тогда, когда сильный ветер, это турбулентность. И так же, ко всему прочему, когда птица летит впереди и ведет остальных, то остальные птицы делают вот так. Они ободряют впереди летящего. Это ободрение такое. Если вы когда-либо видели, как летят эти птицы, первый летит, а все позади летящие просто кричат ему, то есть подбодряют его. достаточно умные птицы. Разве вы не думаете так? И сейчас перерыв делаем. Субтитры делал DimaTorzok